В наши дни, когда планета оказалась на грани Третьей мировой войны, как никогда осознается ценность и хрупкость мира. Впрочем, для белорусов, которые понесли колоссальные потери в годы Великой Отечественной, эта ценность всегда была постулатом. Исторической памяти и внимания как на самом высоком уровне, государственном, так и в общественных объединениях. Даже погода не стала помехой для патриотов Беларуси, которые в эти дни завершают масштабный исторический марафон. Символ единства проехал почти по всей стране и финиширует в Минской области. В Слуцк на плац военной части, где памятный знак погибшим в годы Великой Отечественной, патриоты Беларуси прибыли к полудню. До этого побывали в Любане, Солигорске, а после на карте маршрута еще несколько районных пунктов. Вместе с представителями профсоюзов, общественных объединений и школьников здесь возлагали цветы и вспоминали страшные страницы истории Слуцкого лагеря для военнопленных и мирных жителей. Не просто вспоминали, но и сделали все возможное, чтобы память жила. Сегодня мы собрались возле Стеллой арки, где были расстреляны в Великую Отечественную войну около 40 тысяч человек. Мы должны помнить про то, что случилось, рассказывать своим детям, своим потомкам, чтобы больше такого никогда не было. Работа проделается масштабнейшая, в том числе по оцифровке памяти. Позираем истории, озвучиваем их от первого лица. QR-коды мы сейчас максимально размещаем и на закладках для учебников, и на кружках. Конечно же, в первую очередь, это информационные таблички, которые устанавливаются возле каждого памятного знака, и которые уже, собственно, переводят на наш ресурс safehistory.by. Там собрана вся информация о памятных местах, братских могилах, захоронениях на территории нашей страны. Еще одна символичная миссия патриотического автопробега – это сбор шестеренок, как знак участия каждого райцентра в сохранении исторической памяти. Всего их будет 118. Из них намерены собрать единый механизм, который впишут в контур Беларуси. Серия автопробегов завершится уже завтра, а финиш акции – в декабре. Стала известна дата прощания и место похорон министра иностранных дел Владимира Макея. Политика похоронят на Восточном кладбище Минском. Церемония прощания во вторник в Центральном доме офицеров. Как сообщили в пресс-службе Совмина, глава правительства подписала распоряжение об организации похорон. Создана комиссия, куда вошли представители различных ведомств. В частности, Минскому горосполкому поручено организовать похороны на Восточном кладбище. На Минобороны возложено проведение церемонии прощания. Она начнется в 10 часов. О скоропостижной смерти Владимира Макея стало известно накануне. Ему было 64 года. Практически всю жизнь отдал госслужбе. Последние 10 лет возглавлял внешнеполитическое ведомство страны. Соболезнования в связи со смертью Владимира Макея продолжают поступать. МИД открыл скорбную книгу памяти. Истинный патриотизм, профессионализм, дальновидность и человечность дипломата отмечают в многочисленных телеграммах из нашей страны, а также из-за рубежа. О других самых важных событиях в стране и мире сегодня в 8 вечера в Контурах. Земля, что дает хлеб и что Родиной зовется. Момент истины сейчас. Если оступимся, все. Кого душит рука Вашингтона? Их за одно место американцы сильно держат. Прочная не дилемма, кто пытается пустить трещину в ВДКБ. Нынешняя непростая ситуация, очень сложная, напряженная, да, но это исключено. Юго-восточная сказка или быль? Как Минск и Дамаск упражнялись в сложении. Тегеран. Никаких трудностей перевода. Шап БХР. Это добрый вечер на Фарси. Также у нас тысяча и одно блюдо из картошки. Готовим вместе. Вкусная жизнь, мы любимые белорусы. Осторожно, горячо и вкусно. Контуры. Воскресенье. 20.00. Дефицита товаров нет, а ассортимент на прилавках также разнообразен. Белорусская торговля адаптировалась к новым реалиям. Ситуация на потребительском рынке страны стабильная, о чем говорит не только народный контроль, но и результаты мониторингов. Обращений граждан о недостатке той или иной продукции не поступает. Однако вокруг торговли пытаются создать искусственный ажиотаж. Так называемые независимые ресурсы периодически публикуют информацию о том, что в торговых сетях пропали определенные товары. Все подобные вбросы незамедлительно проверяются и не подтверждаются. Сложенное взаимодействие сенаторов с местными органами власти и руководителями ведомств позволяет получить оперативную информацию со всех регионов страны. Мы держим эту ситуацию на контроле. И Александр Григорьевич, президент нашей страны, попросил нас активно включиться к этой работе. Это не только члены Совета Республики, сотрудники аппарата Совета Республики, которые включились в эту работу. Когда, например, мы проводим приемы по личным опросам, я практически всем задаю этот вопрос. Скажите, а что у вас в магазинах? Потому что люди приезжают из разных регионов нашей страны. И вот вы знаете, искренне скажу, что еще ни разу ни одного факта, чтобы люди сказали, что у нас чего-то нет в магазинах, и нам не хватает, такого заявления не было. Это идет просто информационная война. Тогда, когда они добросовестные люди, просто хотят вбросить раскол в общество, для того, чтобы вот это еще явилось одним каким-то таким триггером, для того, чтобы вызвать беспокойство у наших граждан. Абсолютно нет никаких оснований для того, чтобы сегодня говорить о том, что завтра из полок магазинов исчезнут какие-то товары. Крупные торговые центры и магазины шаговой доступности. В городах и малых населенных пунктах государственные и частные. Мониторинговая группа Совета Республики продолжает работать по всей стране. Пристальный контроль за торговыми объектами даже в выходные. Белорусские медики освоили эндопротезирование индийскими материалами. Пока их используют как дополнительные. Также в линейке протеза отечественного производства. Некоторые поступают из Европы и Америки. Медики исходят от потребностей в каждом случае. Ранее несколько специалистов прошли обучение в Медицинской академии Индии. Своим опытом делятся на базе Минской шестой клинической больницы. Замена таких коленных суставов для белорусов бесплатная. Учитывая, что данный тип эндопротеза в мире ставится уже очень давно, никаких плохих нареканий по нему не было. Компания Мерил производит около 300 тысяч протезов ежегодно для установки по всему миру. Мы получили в настоящий момент 150 комплектов. И ожидаем поставку еще 250. Пришлось обратиться в шестую, встать на очередь. И через 4 года меня пригласили. Мне сказали, что будут ставить индийский сустав. Я согласилась. О чем не жалею. Двигаюсь, живу. Боль ушла. Очень приятно. Очень здорово. И всем рекомендую не затягивать. Из-за большого спроса на замену крупных суставов в Минске планируется открыть несколько дополнительных отделений на базе других медучреждений в начале следующего года. Ранее на проблемы с долгим ожиданием указала Генпрокуратура. О них рассказывал и телеканал ОНТ. Новые отделения и методики должны помочь избавиться от очередей. Принял Минздрав и ряд других оперативных решений. Витебск прощается с фестивалем современной хореографии. В эти минуты начинается церемония закрытия. Будет объявлено решение жюри. Именно конкурс – основное событие танцевального марафона. Представили 39 работ, но в финал отобрали 15 постановок. Конкурсные показы прошли накануне, а сегодня все в ожидании решения жюри. Последний день фестиваля участники снова проводят в танцевальных залах. В программе сразу два мастер-класса. Один назначили дополнительно. Было большое количество желающих попасть на урок хореографу из Македонии. Мы первый раз приехали на этот фестиваль. Вообще с коллективом. Нам очень все нравится. Единственное, все очень быстро заканчивается. Сегодня уже крайний день. Успели посетить мастер-классы, посмотреть спектакли. Максимально зарядиться, взять в себя побольше информации. И поэтому мы заряжены. Все очень прекрасно, классно. Это живые люди, это обмен опытом. Ты приезжаешь, ты видишь других людей, как они двигаются. Общаешься с педагогами. И это очень помогает тебе развиваться дальше. И вот с левой стороны мы начинаем как будто бы надевать, натягивать на себя одеяло. Далеко, 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 далеко. И теперь дно таза как будто отваливается в пол. Международным фестивалем Витебск жил пять дней. Кроме конкурсных работ, зрители увидели девять спектаклей. Также показы были в столице. А еще встречи со зрителями, видеолекции, выставки и больше десяти мастер-классов. Среди претендентов на гран-при 33-го фестиваля, коллективы из России, Казахстана, а также белорусские танцовщики из Минска, Гомеля, Могилева и Витебска. Интрига разрешится совсем скоро.